Что будет в новом эпизоде «Любовь, логика, месть»? Что будет между Эсрой и Азаном? Чинар и Чегла покидают сериал. Каковы планы Рюина Азана? Выйдет ли наша серия в финал? Все и многое другое в нашем видео прямо сейчас. Прежде чем перейти к нашему видео, если вы хотите, чтобы Эсра и Азан помирились и вместе выступили против Аяза, не забудьте поделиться нашим видео. Эсра и Азан наконец все узнали, что произошло. Поэтому, когда Эсра рассталась с Чинаром, Азан нашел Мерта и признался в правде, книга Чеглы была закрыта. За это время Эсра и Азан поженились, чтобы ускорить адаптационный период детей. Однако брак, похоже, был заключен только для Атласа. Бои между ними еще не закончены. Находясь в одной компании и видя друг друга каждый день, конечно, эти ссоры где-то заканчиваются. Хотя они оба отрицают это, они очень любят друг друга. Эта любовь в конечном итоге сведет их вместе. С другой стороны, Чегла и Чинар находятся в ситуации разлуки, потому что их история в сериале окончена. Сейчас прошло шесть месяцев, и за это время Чинара и Чегла выберут разные жизни. Похоже, что их связи с компанией будут разорваны и их больше не будет в нашем сериале. Конечно, уход Чинара и Чегла из сериала не означает, что все будет хорошо. Наш новый злодей, Рю и ее мать, будут включены в сериал. Дрин, который очень восхищается Азаном, когда он видит объявление о вакансии помощника Азана, он понимает, что пришло время, и он сделает все возможное, чтобы завоевать доверие Азана. Эльчин Атамгуч, с другой стороны, предстанет перед публикой в роли Нил Гюн, матери Рюи. Нил Гюн, она очень умная, хитрая и назойливая женщина лет пятидесяти. Причина, по которой Нил Гюн назвала свою дочь Рюи, он единственный спаситель, который воплотит его мечты в жизнь. Единственная цель Нил Гюн – жить на богатство, которое принесет ей ее дочь. Хотя у нас есть новые актеры, которые хорошо разбираются в сериале, рейтинги сериала значительно упали по сравнению с другими сериалами. Поэтому это может быть последняя история нашей серии с новым сюжетом. Теперь давайте посмотрим, что произошло в этом эпизоде. Пока Эсра собиралась в свою комнату, чтобы все рассказать, Аяз уже пришел к Азану. Он узнает от Аяза, что он сын Атласа. Эсра не может найти время, чтобы что-то сказать. Он смотрит в глаза Эсре и говорит, «Я бы не сделал этого с тобой». Однако Эсра во всем признается Азану. Азан уходит от Эсры, прежде чем он успевает оправиться от шока. Эсра возвращается домой, собирает свои вещи и говорит Чинар, что хочет развода. Чинар говорит, что не может отказаться ни от тебя, ни от Атласа. Эзра настроен решительно. Визит Мерт Азнаменовал суд над Азаном Чиглой. Это привлекает внимание юиста. Азан полностью забывает испытание этим шоком. Дзюмрут пытается избавиться от трюк нести набея. Чигла хочет сообщить Чинар, что Азан не явился на слушание. Когда Чинар говорит Чигле, что Азан знают все, Чигла почти побежден. Эсра приходит к Меникше со своими чемоданами. Он говорит, что хочет расстаться с Чинар. Пока все ищут Азана, Азан переводит дух с Чинар. Он говорит все, что приходят ему в голову. Они дерутся. Затем он приходит к Эсре. Он также говорит Эсре, что заберет у нее Атлас. С другой стороны, они разговаривают с Чинар и Чиглой о том, как выйти из этой ситуации. Чигла пытается показать, что она с Азаном. Чигла говорит Азану, что не оттолкнет Элут. Зюмрут ищет способы отомстить Вайолит. Словами Элим Зюмрут планирует опровергнуть их ложь о том, что у меня осталось очень мало жизни. Он находит способ сообщить эту новость соседям в парикмахерской. Мерд угрожает Чигле. Он говорит, что ждет в парке. Она должна пойти в парк с Чиглой Элой. Азан обещает отвезти Атласы в парк. С другой стороны, Мерд говорит, что отныне хочет быть целой. Меникши всему учится у парикмахера. И Меральд сделала первый шаг, который хотела. Он заворачивает его и переводит дух рядом с Зюмрут. Вайолит, попавшая в руки Зюмрут, чуть ли не играет в игру. Когда он говорит выпечка, пахлава и чай, это почти убивает Меникши. Чинар, с другой стороны, просит Айаза отчитаться. Однако на этот раз Айаз говорит Чинару, что ему нехорошо скрывать информацию о Чигле. Азан ждет Эсру дома. Как только появляется Эсра, она начинает кричать и звать. Азан просит Эсру развестись с ним. Когда Азан говорит Эсре, что он такой же, как Чигла, Эсра хочет дать ему пощечину. Однако на этот раз Азан не позволяет. Эсра берет глобус и разбивает его, говоря, что этот глобус выражает ее любовь. Он говорит, что раз нет сферы, то нет и любви. Меникши говорит Эсре, что Зюмрут очень больна. Эсра рассказывает, что на ее игру пришел Меникши. Когда Элиф берет куртку Эка и видит письмо, она думает, что ее обманули. Азан приходит в дом Чиглы, чтобы усыпить Элу. Азан, узнавший о Мерти от Элы, теперь преследует его. Чигла начинает искать способ завоевать Азана. Азан звонит Мусе и говорит, что хочет знать адрес Мерта. С другой стороны, Чинар планирует взять Атлас в Лондон, купив два билета на самолет. Чинар приходит к Меникши за Атласом. Эка удалось доказать Элиф свою невиновность. Эка оставляет любовное письмо на столе Гэй. Однако его ловит Гэй. Гэй решает разобраться с Эка. С другой стороны, Эсра сходит с ума, когда узнает, что Чинар и Атлас едут в Лондон. Когда Азан слышит это, он идет за Чинар. Однако Чинар, который не может устоять перед Атласом, возвращает его домой. На этот раз Айас противостоит Чигле. Эсра приходит в Чинар, чтобы попросить отчета. Он говорит Эсре, что скрывает больше информации. Азан также идет в дом Мерта и говорит, что хочет узнать правду. На слушании Чигла говорит, что очень любит Азана и что ее браку нужен шанс. Азан, который вызывает Мерта в качестве свидетеля, говорит, что все узнал. Прошел перерыв в шести месяцев. Эсра и Азан поженились ради Атласа. Азан, пришедший в компанию, заинтересован в приеме на работу нового человека. Эта молодая женщина по имени Дрим немного загадочна. Планы Рюя, сумевшей влиться в работу, не так уж безобидны. Мы подошли к концу нашего видео. Вы также можете поделиться нашим видео со своими друзьями, чтобы они могли следить за тем, что происходит в нашем сериале. Увидимся в следующем видео. Позаботьтесь о себе. До свидания. До свидания.